Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Дарья Тендит. В Москве завершилась одно из самых грандиозных и масштабных мероприятий в истории нашей страны. Международная выставка «Форум Россия», собравшая на одной площадке все самые значимые достижения нашего государства. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семреза принял участие в торжественной церемонии награждений участников НАВА ДНХ. Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Оргкомитета выставки Сергей Киренко подвел итоги работы форума. Отметил вклад федеральных министерств, российских регионов, крупных компаний в подготовку уникальной по своим масштабам и содержанию выставки. Ее посетило 18 миллионов человек. Глава Республики Рашид Семреза выразил благодарность за награду и за оценку работы команды Карачаева-Черкесии, которая на протяжении 8 месяцев готовила и наполняла новым интересным содержанием экспозицию региона. Все представленное программой Республики была оценена посетителями выставки, которые ближе познакомились с развитием Карачаева-Черкесии, узнали об исторических, природных и культурных достопримечательностях. Как говорит президент Владимир Путин, Россия – открытая страна, при этом самобытная цивилизация. За время всей работы крупнейшая выставка достижений продемонстрировала всему миру богатое культурное наследие России, масштаб векторов развития регионов, как неотъемлемых ее частей, показала всю мощь и силу красоту нашей страны. Яркое незабываемое событие навсегда останется в сердцах всех гостей выставки и жителей страны. А впереди нашу родину, Великую Россию, ждет еще больше открытий и достижений, которыми непременно будут гордиться наши будущие поколения, отметил Рашид Семрезов. Приоритетные задачи – основные проблемы комплексных географических исследований на Северном Кавказе, развитие экологического туризма, создание информационной системы для формирования правовой базы по развитию горных регионов России. Эти и другие важные темы обсудили ученые со всей страны и с зарубежья на Всероссийской научно-практической конференции на базе Тибердинского национального парка. Из курортного города репортаж Аллы Динаевой. Это 10-я юбилейная конференция Северокавказского научного сотрудничества, и уже в четвертый раз она проходит в Тибердинском нацпарке. Я рад вас очередной раз видеть вообще и здесь конкретно. Благодарю руководство Тибердинского национального парка, которая однажды, так сказать, запустив нас сюда, к себе, и посмотрев, послушав, чем мы занимаемся и как мы это делаем, решила, что надо это сделать регулярно и постоянно, ежегодно. Еще раз большое вам спасибо. Надеюсь, что польза от того, что мы здесь пребываем, что обсуждаем некоторые важные вопросы, в том числе актуальные для Карачаева, Черкесии, для всего Северного Кавказа, Тибердинского национального парка. Десять лет назад создали небольшое содружество, в которое по желанию могут входить все желающие, страждующие развития охраны горных территорий. На сегодняшний день членов СКНС чуть больше семидесяти. Очень приятно, что в этом году у нас еще прирастают коллегами наше сообщество. И уникальность его в том, что подключаются специалисты самых разных направлений. У нас есть Аслан Чищенов, который социолог, у нас есть геморфологи, физгеографы, наши автоведы. То есть, ну и... Это позволяет нам, да, комплексно подходить к решению проблем Северного Кавказа. Эти мероприятия проходят ни день, ни два, целую неделю. Первые несколько дней у нас происходят научные экспедиции. Это и радиальные выходы по окрестным ущельям и горам. И вот последний день-два, вот сегодня-завтра мы будем обсуждать все, что мы видим, какие изменения с прошлого года происходят. И, ну, постараемся выработать какие-нибудь рекомендации, мероприятия на сохранение природы именно в горных условиях. Ученными нашей республики рассматриваются географические и экологические проблемы, которые наиболее насущны на сегодняшний день. И лаборатория, которая является подразделением КЧГ, занимается комплексным геоэкологическим мониторингом территорий всей республики. И... Вода в реке Большой Зеленчук, она стала чище, значительно чище. Затем, значит, вот в районе Домбаи, то же самое, там, где, ну, не совсем, как бы, в полную мощность работают очистные сооружения, там то же самое, немного, значит, вода улучшилась, состояние воды. Впервые в конференцию участвует и доктор географических наук, профессор Юрий Ефремов, который 35 лет преподавал в Кубанском госуниверситете. Географ, геоморфолог, лиминолог, глицолог, то есть целый букет географических наук, вот, которым мне пришлось в своей жизни заниматься, исследовать. По специальности я географ, геоморфолог. А до этого у меня богатый опыт исследования гор, Кавказских, Памир, Циньшаль, Гималайи, Каракарум, Урал. Во всех этих горных системах я работал, и это нашло отражение в моих книгах, которых у меня немало, более трех десятков. Количества метеостанций у нас крайне мало, чтобы сделать полноценный прогноз. Это одна из проблем, которая волнует ученых. Нужно верить ученым. Политики верили этому. Но пока сами ученые, они имеют недостаточную базу финансирования. Есть существенные проблемы с уровнем образования, с исследовательскими условиями, обеспеченность, скажем, техникой для проведения исследований. Поэтому вот на эти проблемы я обратил особое внимание. В рамках Всероссийской конференции ученые провели мониторинговые наблюдения за верхней границей леса, а завершились обсуждения круглым столом и принятием резолюции. Аладинаева Мухаммед Ашибуков, Вести, Крачево-Черкесия, Тиберда. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Мудрость поколений, заключенная в материально-духовной культуре, есть душа народа. Ранее рассказывали о группе энтузиастов, объединенных с заботой сохранения уникальных памятников карачаевского средневекового деревянного зодчества. Первым объектом и пока еще основным, за спасение которого взялись волонтеры, стала единственная уцелевшая водяная мельница в Олихурзук. Об успехах и новых находках из глубины веков в материале Ахмата Халкечева. Объект материально-культурного достояния, за спасение которого сейчас взялись волонтеры, уникален сразу по нескольким причинам. В принципе, все древние и струбные строения Большого Карачаев специалисты считают последними в оси Западной Европы. Также это единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы. До депортации, по данным историков, во всем Карачае их было 17. На сегодняшний день проведены большие объемы крайне сложных и трудоемких мероприятий. Если выразиться в цифрах, выполнено около 30% от общего объема тех работ, которые необходимо произвести для полного завершения реставрации, говорят энтузиасты. Первым делом разобрали крышу. Дальше, не нарушая конструкцию веткового сооружения, необходимо было все стены вывести в один уровень. Перепады в некоторых местах составляли не чуть ли полметра. Мы пока вот крышу не разобрали, мы не понимали, какие там еще сложности появятся. Мы думали, снизу смотрели, там бревна вроде хорошие. Когда сняли крышу, они были полностью сгнившие. Вот это была первая большая проблема. Обвязку делали. Чтобы когда мы поднимали, стенки старые у нас уже из дерева, чтобы она не разошла, чтобы не сломалась, чтобы она как общий каркас держалась. Совсем недавно довольно интересную находку сделали энтузиасты. При разборе напольного настила обнаружились доски, утыканные кусками камня. О прямом предназначении древних агрегатов узнали от старейшим аула. Тогда же комбайнов не было. Надо было пшеницу, ячмень и так далее, другие злаковые обрабатывать. И вот они стелились на такие доски. И уже на них их катали, чтобы колоски размолоть и получить зерно. Абсолютно случайно. Вот здесь мы его нашли. Пока так укрыли. И шаллах потом, наверное, поставим куда-нибудь, чтобы люди могли видеть. И напишем, для чего и как они применялись. Единомышленники уверены, что оригинальное сооружение удастся сохранить не меньше, чем на 80%. Тем не менее, задача стоит сохранить свыше 90%. На стенах сруба заменена только верхняя обвязка. Сложности возникают в восстановлении полов и крыши, делятся добровольцы. Можно было его разобрать точно с такими же размерами, с нуля построить такое здание. Но мы хотели максимально оставить то, что было. Не считая верхней связки, 100% сохранено. Вот стенки. Ну, с крыши уже полностью у нас придется поменять крышу, да? Но если полностью докончить работу, мы постараемся сделать так, что как будто оно так и было. Активную поддержку энтузиастам, пытающимся сберечь для грядущих поколений не только напоминания, но и свидетельства об их предках и корнях, оказывают многие. Но, как говорят сами добровольцы, в благом деле любая помощь не лишняя и крайне ценна. Ахмад Халкечев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Хурзу, Карачаевский район. Одним из любимых мест отдыха жителей Карачаевска является открытый бассейн, находящийся в южной части города. Сотни взрослых и детей находят в нем спасение в жаркие летние дни. Но в этом году сезон купания откроется гораздо позже, чем обычно. Этим очень расстроены жители Карачаевска. В причинах разбиралась Амина Артабаева. Бассейн открытого типа в южной части Карачаевска функционирует уже около восьми лет. В этом году было принято решение произвести капитальный ремонт объекта. Под воздействием агрессивной окружающей среды здесь старое покрытие бассейна начало деформироваться. За счет морозов, таяния, потом замораживается, лед привел в плитку, в негодное состояние. Это старое покрытие полностью снято, отремонтировано, залито основание бетонное заново. Все провели, подняли двери пластиковые, подняли все покрытие, заменили это все. Дальше будет устанавливаться искусственное покрытие. Рулоны искусственного покрытия уже приобретены. Также по периметру будет установлена террасная доска, которая позволит снизить риск падения, не будет нагреваться на солнце и, самое главное, не будет напухать от влаги. Отдел по физической культуре и спорту Карачайского городского округа также принимает меры для личного комфорта посетителей бассейна. По просьбе жителей у нас разграничены женские дни купания, мужские дни купания. И для этого мы также по просьбе установили эти ограждения, чтобы было комфортно жителям посещать этот бассейн. Завершить ремонт данного объекта планируется совсем скоро, уже через неделю. По словам Альберта Сарыева, большая часть ремонтных работ выполнена. Больше всего открытия любимого бассейна ждут дети. Я жду, чтобы открылся нижний открытый бассейн, потому что там очень классно купаться, и там температура нормальная. Когда он пришел в негодность, я очень расстроился. Мы уже все вместе месяц ждем, пока его откроют. Бассейн очень крутой, он нужен для города, так как в жаркую погоду он освежает. Очень было грустно, когда его закрыли. Но ждем, не дождемся, когда он откроется. Вот даже сегодня хотели пойти посмотреть, он открыт или нет. Походы в бассейн являются очень полезным занятием. Они помогают улучшать дыхательную и нервную систему, а также поддерживают мускулы в тонусе. Регулярные тренировки могут помочь человеку долго оставаться здоровым и красивым. Амина Артабаева, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Субботний выпуск Вести подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений. Субботний выпуск Вести подошел к концу.